Всем привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня мы поговорим о том, как создать одобренный всевышним стартап, который в итоге окажется никому не нужен, но все равно просуществует почти тысячу лет. Я вот плохо считаю, поэтому могу ошибаться, но где-то так. Итак, Орден Госпитальеров. Точнее, Иерусалимский, Иродосский и Мальтийский суверенный военный странноприимный Орден Святого Иоанна. Началось все с того, что некий француз по имени Жерар Тен во второй половине 11 века приехал в Иерусалим, чтобы торговать. Но то ли его посетило божественное озарение, то ли он просто был фиговым коммерсантом, но торговать у него не вышло и вместо этого он принял монашеский сан. Да, в Иерусалиме тогда были христиане и эта опция тоже была доступна. И все бы на этом закончилось, если бы не случился первый крестовый поход. О нем подробнее по ссылочке. С началом первого крестового похода Жерара заподозрили в связях с крестоносцами и даже на время посадили за решетку. Есть мнение, что это как-то связано с тем, что он организовал аж два госпиталя для христиан-паломников во время первого крестового похода. Кстати, госпиталь это не совсем то, чем мы привыкли его представлять. В средние века госпиталь это и больница, и образовательный центр, и медицинское учреждение, и церковь, и еще черта в ступе. Забавно, что в средневековой истории был момент, когда стремление госпиталей как-то развивать без того, не то чтобы лучшую европейскую медицину, не одобрялось церковью. Почему? Ну, потому что все болезни, они посланы нам господом свыше, как испытания, и нечего с ними тут бороться. Причем забавно, что разные госпитали с разными, соответственно, монахами занимались разными болезнями. Так, например, бенедиктианцы занимались в основном попытками лечить прокаженных, а орден святого Августина выжигал последние мозги из сумасшедших. Так или иначе, госпитали Жерара были заведениями весьма популярными и актуальными. Один для мужчин, другой для женщин. У этих двух госпиталей даже со временем появился собственный устав, который и послужил основанием для того, чтобы организовать в итоге братство госпитальеров. Сначала братство монахов госпитальеров, потом братство рыцарей госпитальеров. Ну, еще основанием послужило то, что организация Жерара все-таки оказалась коммерческой. Вот была у него правильная жилка, как в итоге оказалось, и он на свои доходы активно скупал всевозможные земли и прочую недвижимость на территории Иерусалимского королевства. Вся эта затея с этим госпитальерским братством показалась Папе Римскому весьма богоугодной. И с 1113 года начинается непосредственно история Ордена Госпитальеров. Правда, тогда еще монашеского, а не рыцарского. Тем более, что Орден на тот момент занимался исключительно всякой социальной помощью. Социальной и медицинской. А вот после смерти Жерара Тена наступила эпоха больших перемен. Его преемник Раймон де Пьюи, в отличие от своего предшественника, не был не пойми кем. Он был сыном барона Иерусалимского королевства, губернатора Акры и вообще являлся личностью весьма амбициозной и целеустремленной. И именно он решил, что всевозможная помощь паломникам это, конечно, хорошо, но так великого места в истории, конечно, не займешь. Другое дело военная милитаризованная рыцарская организация. Одобренная церковью. Тем более, что у рыцарского Ордена и его членов были и преимущества, и привилегии. Первое, о чем нужно сказать, это то, что рыцарский Орден это, конечно же, военная организация. Что, с одной стороны, предусматривает жесткую дисциплину и необходимость красить газоны в зеленый цвет, а с другой стороны, у рядового члена Ордена была реальная возможность заслужиться до рыцаря. И знатно так, знатно. Поменять свой социальный статус. Со временем это стало сложнее. К 14 веку стать братом какого-нибудь рыцарского Ордена было довольно сложно. Но в старые добрые 11-12 века это было значительно проще. Более того, один из римских пап в 12 веке даже разрешил брать рыцарским Орденам в свои ряда преступников, за что те получали, соответственно, амнистию. Я льда в мгновении. Другая значимая черта это практически полное отсутствие начальства. У самого Ордена, я имею в виду, рыцарский Орден подчинялся фактически только главе католического мира, римскому папе. Да и то как, только в области внешней политики. И даже какой-нибудь феодал, на чьей территории рыцари Ордена госпитальеров, тамплиеров или кого угодно еще обосновались, не мог попросить их, ну, просто уйти. Ну, просто уйти, но он же феодал, он же король, там, герцог, почему бы им просто... Нет. Только с позволения Папы Римского. Да и у самого Великого Магистра власть внутри Ордена была фактически абсолютной. Ну и, пожалуй, самое, на мой взгляд, главное. Рыцарский Орден мог не платить церковную десятину. Те самые 10% от любого прибыльного дела, которые платили церкви, абсолютно все. И эти люди еще имели что-то против золотого тельца. Но вернемся к Раймонду де Пьюи. Именно он и превратил Орден в военную организацию, которая занималась не только приемом паломников, но и их охраной. А несколько позже и всеми возможными военными конфликтами с мусульманами. Собственно говоря, за всю историю крестовых походов не было ни одной крупной военной операции, в которой бы не поучаствовал Орден Иоанитов. О, а еще именно во время правления Раймонда де Пьюи, как Великого Магистра, от Иоанитов откололся Орден Святого Лазаря. Это те чуваки, которые вроде как хотели оставаться хиллерами. Впрочем, у них не шибко получилось, и они очень скоро тоже превратились в типичный, вполне себе, рыцарский орден. Типичный, да не совсем. Чуваки были весьма забавны тем, что напоминали, в общем-то, армию Нургла. Они не только пытались заботиться о прокаженных, но и спокойно принимали прокаженных в свои ряды. И даже сделали это своей брендовой фишкой. Шли в бой с открытыми шлемами и все такое. У тамплиеров и госпитальеров даже в уставе была про это строчка, что если кто-то из братьев заразился проказой, его отсылали служить в Орден Святого Лазаря. Кстати, о тамплиерах. Участием в войнушках с мусульманами все дело не ограничилось. Рыцарские ордены дрались друг с другом и грызлись не меньше, чем со всеми остальными. Регулярно вступая в какие-нибудь стычки с братьями-христианами. Но в целом дела у госпитальеров шли неплохо. Пока не начался второй крестовый поход, а на политической арене не появился харизматичный лидер, умелый политолог, прекрасный владыка и просто классный дядька по имени Саллах-эд-Дин, султан Египта, который очень быстро объявил священный джихад против известно кого. И в 1187 году христиане остались без Иерусалима. Какой пожор! Собственно, после этого Иерусалимское королевство фактически перестало существовать, а тамплиеры и иоаниты, ну, потеряли довольно много крови. И денег. И много чего еще. Впрочем, Крак-де-Шевалье, свою главную крепость в регионе, наши монохромные рыцари умудрились сохранить, причем достаточно эпично. Битвы про это гуглятся и советую всем про них почитать, это довольно занимательно. Да и вообще у крестоносцев оставались неплохие земли в Палестине, там в графстве Триполи, герцогстве антиохийском, ну и так далее. Но гроб господен таки пролюбили, да. А вот Саладин, будучи правителем пекущимся о привлекательности своего бренда, поступил, в общем-то, после захвата Иерусалима по-благородному и не вырезал и не загнал в рабство все, что в этом Иерусалиме движется. Ну, по крайней мере, движется по-христиански. А значительную часть даже предложил господам-крестоносцам выкупить. И тут такой камень в огород иоанитов, которые не потратили ни копейки на то, чтобы выкупить хоть кого-то из египетского плена. Дальнейший этап существования Ордена Госпитальеров, странноприимного Родоссского-Мальтийского, который тогда еще не был ни Родоссским, ни Мальтийским, был неоднозначным. С одной стороны, рыцари все время грызлись с местными светскими правителями, которым не нравилось усиление влияния вот этих вот самых рыцарей в регионе. С другой стороны, участие в третьем, четвертом и пятом крестовых походах, которые тоже были не шибко удачные. С третьей стороны, кое-каких земель, например, в Греции, иоаниты себе таки отхапали за это время. Дальше один из моих любимых моментов. В ходе шестого крестового похода, организованного Фридрихом Вторым, достойным отдельного выпуска, потрясающий был мужик, серьезно, просто... Ох! Этот самый император выкупил право вернуть Иерусалим христианам на 30 лет. Выболтал дипломатическим путем, без единой капли крови. Иерусалим и еще кое-какие земли рядом. Госпитальеры, естественно, немедленно заняли город. Да, что в этом всем смешно, к тому моменту, как Фридрих Второй объявлял и возглавлял шестой крестовый поход, он уже был отлучен от церкви. И когда он занял Иерусалим и примерил себе на голову корону Иерусалимского королевства, то Иерусалим и Иерусалимское королевство тоже автоматически оказались отлучены от церкви вместе со всеми своими святыми плащаницами, гробом Господнем и прочими иконами. Собственно, от этого факта у Фридриха сгорело все, что могло сгореть, и он срочно вернулся в Европу, в общем-то, передав управление Иерусалимом, всевозможным крестоносцам, там своим наместникам и в том числе рыцарским орденам. Но те справились крайне хреново. Например, по условиям договора о передаче Иерусалима христианам, в нем нельзя было восстанавливать стены и всякие прочие оборонительные сооружения. Но те же госпитальеры, естественно, на это забили, не забывая при этом вмешиваться в политическую жизнь всех окрестных королевств. Так что буквально через несколько лет мусульмане выбили крестоносцев из Иерусалима, из Палестины. Те еще некоторое время пытались держаться в графстве Триполи, но оттуда их тоже выбили, и в этот раз походу уже окончательно. Так что к концу 13 века орден госпитальеров в полном составе переезжает на Кипр. Точнее на Кипрское королевство, королевство крестоносчатое, крестоносское, крестоносительное. И тут, несмотря на череду тотальных фейлов в Святой Земле, все снова вроде бы пошло неплохо. Госпитальеры завоевали еще до кучи другой остров, известный благодаря одному большому старому колоссу, и даже организовали там свою главную резиденцию. Так в названии ордена появилась приставка Родосский, у самого ордена появились новые земли в Средиземном море, и вообще он превратился фактически в такое небольшое суверенное государство. С момента завоевания Родоса они даже начали собственные монеты чеканить. Короче говоря, несмотря на то, что с войной с неверными все вышло, ну, не очень, Родосский период жизни ордена Ионитов был в целом весьма и весьма удачным. Во многом на это повлияло и то, что вот в начале 14 века, например, к чертовой бабушке сожгли большую часть ордена тамплиеров, ну, в разных странах с разной степенью успешности. Их земли были быстро разобраны всевозможными конкурентами, в том числе и госпитальерами, включая значительные суммы, как известно, денег и кое-какие территории в Западной Европе. Еще на благополучие рыцарей повлияло то, что прежнюю стратегию захватывать и пытаться защищать стратегически важные точки в Святой Земле они сменили на нечто принципиально новое. На ограбление и набегание на мусульманские морские порты и караваны. Что, естественно, было делом более безопасным и более прибыльным. Ну, еще они мешали жить реальным североафриканским пиратам, но кого это волнует? Йо-хо-хо и все такое. Кроме того, госпитальеры основали ряд крепостей в Средиземном море, например, на острове Галикарнас, сейчас Бодрум. Между прочим, замок Святого Петра, который находится на этом самом острове Галикарнас, который сейчас называется как-то по-другому, считается одним из величайших достижений военной архитектуры позднего Средневековья. Я почему вообще о нем вспомнил? Потому что для его строительства, помимо всего прочего, использовался камень непосредственно от остатков Галикарнасского мавзолея, который еще парой веков раньше пострадал в землетрясении. Вот так вот разобрали чудо света. Длился этот пиратский беспредел аж до конца 15-го, начала 16-го века. В 1480 году Мехмед Завоеватель, тот же самый, кстати, что за 30 лет до этого захватил Константинополь, попытался завоевать Эродос, но почему-то не вышло. Зато вышло в 1522 году, когда османский султан Сулейман Великолепный, известный, кстати, эффективной борьбой с коррупцией и страстью к эпическим архитектурным сооружениям, высадил на Родосе 200-тысячную армию. И тогда 200-летняя власть госпитальеров на Родосе рухнула к чертовой бабушке. Ну а что вы хотели от жалких 7 тысяч обороняющихся, которые к тому же никак не могли получить никакую военную поддержку от крупных государств Европы? Потому что все крупные государства Европы на тот момент развлекались в итальянских войнах, пытаясь понять, кто же из них в Старом Свете главный. По итогам, с падением Родоса, весь восток Средиземного моря на протяжении практически всего XVI века по сути стал внутренним морем Османской империи, а госпитальеры опять остались без дома. Порядка семи лет скитаний по Европе, семи лет питания бомж-пакетами, сна на вписках и на всяких прочих диванах. И вот в распоряжении теперь уже Мальтийского ордена с 1530 года остров Мальта. Единственное, что вышло неудачно, так это то, что к этому моменту эпоха крестовых походов по факту закончилась. И чем заниматься ордену крестоносцев, кроме как грабить мусульманские торговые пути, ну стало в общем-то непонятно. Но османы быстро нашли, как подкинуть занятий скучающим Ионитом и буквально через 30 лет устроили Великую осаду Мальты. Эпическое сражение, но я про него вспомнил не поэтому, а только из-за того, что по сути это последнее сражение, которое выиграла какая-никакая рыцарская армия. И пожалуй, это самая финальная точка Средних веков. Уже после начала эпохи Великих Географических Открытий, падения Константинополя и конца крестовых походов. В эпоху Средиземноморского владычества орден занимался не пойми чем. То конкурировал с Венецией за контроль над Средиземным морем, рыцари нанимались пачками в чужие армии и флоты, что в общем-то противоречило их обетам. А к концу 16 века орден и вовсе перестал быть чисто католическим и туда даже начали принимать протестантов. И это при том, что к тому моменту выборы великого магистра уже полностью контролировались папой римским. Среди младших членов ордена не только поощрялось пиратство, но и право забирать себе некоторую часть добычи. Я уже говорил про обеты бедности, да? В какой-то момент орден даже заключил мир с Османской империей, своим традиционным и главным врагом. Ну, правда, весьма ректальным способом, благодаря своим французским союзникам, но тем не менее. И еще пара слов о христианской добродетели. В городе Валетта, столице Мальтийского ордена, расположенной, как неудивительно, на Мальте, одним из главных учреждений был рынок рабов. Ну, а что, тоже статья бюджета. Но вообще вся эта корсарская романтика частично обуславливалась тем, что Мальта на самом деле является достаточно хреновым местом для сельского хозяйства. Но круче всего то ли бак, то ли фича под названием правовисты. Госпитальеры. При подозрении, что на чужом корабле находится груз, выторгованный у мусульман, имели полное право, будь это в открытом море или в порту, взойти прямо на борт этого судна и конфисковать весь груз, который покажется им подозрительным. У всех христианских соседей Мальтийского ордена так горело по поводу этого права висты, что Мальтийскому ордену даже пришлось основать специальный суд, который решал бы дела и разбирательство со всякими капитанами, которым не понравились действия рыцарей. Назывался он Морской совет. Такие дела. Порядка 250 лет обитали мальтийские рыцари на внезапном Мальте. Но там случилась вся эта реформация, утрата церковью влияния, а потом французская революция, потеря орденом европейских владений, да и кто вообще в новое время уже будет считаться с, блин, орденом рыцарей-крестоносцев. Короче, в конце концов случился Наполеон, который во время египетского похода в 1798 году завоевал к чертовой бабушке всю эту Мальту, выслав рыцарей куда подальше. Те и вправду отправились далеко-далеко к одному старому фанату Мальтийского ордена, который с детства любил представлять себя кавалером этого рыцарского общества. Павел I. Детская мечта германофила, сына Екатерины Великой и российского императора Павла I сбылась. Госпитальеры избрали его великим магистром ордена, пусть и без благословления на то папы римского. Орден переехал под Питер в Гатчину, а новый его гроссмейстер, великий магистр, строил на него большие, я бы даже сказал, глобальные планы. Так, например, Павел указал Академии наук записывать остров Мальту как русскую губернию, в надежде сделать из нее со временем военно-морскую базу Российской империи в Средиземном море. А сам титул гроссмейстера должен был стать наследственным и передаваться по линии Романовых. Однако планам не было суждено сбыться. Павел погиб от апоплектического удара табакеркой в висок, на престол взошел Александр I, отказался от магистрского звания, от притязаний на Мальту, рыцарский крест убрали с российского герба, а орден, слава богу, вернулся в Европу. Дальше он влачил довольно жалкое существование, пытаясь возродиться то в одной своей ветви, то в другой, потерял практически все свое возможное влияние, ресурсы и смысл для существования. Ну, примерно до начала мировых войн. В ходе Первой и Второй мировых войн орден отличился тем, чем и должен вообще-то был отличаться – организации военных госпиталей. Церковь это заметила, одобрила, и уже к середине 20 века орден был, в общем-то, возрожден. И существует до сих пор, правда, не как рыцарский, а как монашеский. У них во владениях есть особнячок где-то между Римом и Ватиканом, с чьим правовым статусом никак не могут разобраться современные юристы, а еще есть форт Сан-Анджело на Мальте. А к ордену святого Иоанна, который возглавляется никем иным, как великим магистром, принадлежат порядка 10 тысяч человек по всему миру, которые занимаются всевозможной благотворительностью, помощью бедным, больным и так далее. Так что все, в конце концов, встало на свои места. Такая вот долгая и поучительная история. За этот выпуск спасибо патронам и патронессам, поддерживающим нас на Патреоне. Спасибо тем безымянным людям, которые не забывают про то, что у нас есть Яндекс.Деньги. И, конечно, спасибо духовным скрепам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok